Бег, стрельба и экстремальное вождение. В Екатеринбурге военные полицейские Шкаролинского гарнизона представят Мурел на этапе конкурса Центрального военного округа «Страж порядка». Самые быстрые и меткие примут участие во всеармейских соревнованиях. О службе и рабочих буднях военной полиции в нашем материале. Они всегда на чеку и в полном обмундировании. Военная полиция оснащена спецсредствами и пистолетами Макарова, но в отличие от обычной полиции на патрулирование выходят с голыми руками, а оружие получают только по специальному приказу. Военная полиция появилась в России пять лет назад. Однако особыми полномочиями ее наделили лишь в 2014-м. Армейские полицейские имеют право задерживать, а также досматривать военнослужащих и военную технику. Кроме того, делать внезапные проверки в воинских частях и гарнизонах. Они призваны бороться с воровством и дедовщиной, предотвращать неуставные отношения и уголовные преступления. А вот делать замечания гражданским права не имеют. Впрочем, если на их глазах завязалась, например, драка или произошло нападение, пресечь все это обязаны. Анализ несения патрульной службы в 2015-2016 годах показал, что мероприятия по организации контроля за соблюдением военнослужащих порядка и воинской дисциплины дают свои результаты. А именно, в 2016 году, если оценить немножко, то нарушения, совершенные военнослужащими и штурдинского гарнизона, снизились на 65%. По сравнению с таким же периодом 2015 года. Они на месте не сидят. Патрулируют улицы города ежедневно в три смены с 6 утра до 10 вечера. Параллельно несут круглосуточное дежурство в комендатуре. Тренировки и режим, как в армии, попадают сюда только те, кто прошел специальный отбор. Главной составляющей является крепкое здоровье, отличная физическая подготовка, стрессоустойчивость, высокое морально-психологическое качество, умение работать в многозадачном режиме, обучаемость, а также наличие юридического образования, минимум среднего. Сегодня в Южкоролинском гарнизоне несут службу несколько десятков военных полицейских. Каждый из них, наряду со своими ежедневными обязанностями, участвует в отборочном этапе всеармейских соревнований, которые в этом году пройдут в июне на полигоне Валабина. Впрочем, сами военные говорят, распределение мест на педестале почета большого значения не имеет, поскольку они всегда в хорошей физической форме и в полной боевой готовности. Ведь их задача, как и у полицейских МВД, следить за правопорядком и безопасностью жителей Южкоролы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова